Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканала РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Курс на безопасность. Земельные участки многозетным семьям. Ярмарки «Привоз» – «Анапский ответ» растущим ценам. В связи с последними событиями в Египте и Франции правительство России дало указание усилить меры безопасности на территории страны. В особенности на объектах стратегической важности – в вокзалах, аэропортах, местах повышенного скопления людей. Анапские спецслужбы уже провели ряд мероприятий, направленных на предотвращение террористической угрозы в нашем регионе. В связи с такой тяжелой ситуацией в стране мы активизировались. И цели и задачи наши направлены сейчас только на то, чтобы обезопасить наших граждан от незаконного вмешательства в работу транспортной инфраструктуры. Нами ежесуточно с использованием служебно-родостных собак проводятся комиссионные обследования железнодорожного вокзала, морского порта Анапы, аэропорта и, соответственно, Керченская переправа. Так как Керченская переправа тоже входит в зону обслуживания транспортной полиции Анапского линейного отдела. Террористические атаки в Египте и Франции никого не оставили равнодушными. Наш курорт по праву считается одним из самых безопасных городов страны. Однако расслабляться не стоит. Наша съемочная группа узнавала у анапчан и гостей курорта. Насколько они чувствуют себя защищенными. Я думаю, что мы вообще-то защищены, но теракт возможен в любом нашем городе. Посмотрите, многие же ополчились против России. Хотя Путин молодец. Мне кажется, защищен, конечно. Наше правительство об этом беспокоится, думает. Я думаю, что, в принципе, совершенно безопасно. Мы так спокойно спим, спокойно отдыхаем, потому что я думаю, что не должно быть в Анапе. Конечно, я боюсь, потому что в этом городе живет моя мама, отец, моя сестра. Я за них буду переживать, конечно же. Конечно, все это будут бояться, потому что будут переживать за своих родственников. И будут все делать, чтобы их защитить. По поводу терактов. Я надеюсь очень на правительство. Я надеюсь очень на то, что на благоразумие наших людей. Потому что, ну, толерантны мы должны были быть, по идее, все. А то, что защищать мы должны сами себя и, естественно, наши органы. Мы на это очень надеемся. И соболезнуем, конечно, всем, кто погиб. Анапа присоединилась к краевым командно-штабным учениям. Задачу определил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Борис Глебов. По завершению, видеоселектора глава курорта Сергей Сергеев провел внеочередное заседание КЧС. Учения будут идти два дня. Это плановая проверка готовности оперативных служб и аварийно-спасательных формирований к действиям в случае ЧАЭС. О предупреждении чрезвычайных ситуаций говорили и на заседании КЧС. Глава Анапы дал поручение управления ЖКХ провести совместно с муниципальным контролем мониторинг территории курорта. Если сильный ветер повалил деревья, ограждение стройплощадок, рекламные конструкции, то городские службы должны навести порядок. Оперативными должны быть меры по откачке воды с низинных территорий, не обеспеченных ливневыми канализациями. Поручение управления ЖКХ задействовать машины АСМ. Кроме того, необходимо проверить все строящиеся и уже введенные объекты на наличие стуков ливневых вод. Уже около ста многодетных семей оформляют документы на земельные участки, выделенные им администрацией города под строительство жилья в станице Гостогаевской и на хуторе Утаж. И почти такое же количество многодетных пока еще не спешат закрепить законодательно право на земельные наделы со своими семьями. Хотя очередь нуждающихся многодетных в земельном участке немаленькая – 238 семей. Глава города Сергей Сергеев подчеркнул на рабочей планерке, что службы, ответственные за эту работу, должны приложить все усилия и помочь людям стать хозяевами участков. Максимально, если многодетные не хотят, отказываются от этих участков, выставляйте их на торги. Услышала меня, Светлана Рося? Да, слышу. Присаживайся. Максимально пристроить для жителей Анапы, иначе отберут. Тем более, что работа по благоустройству и инфраструктуру участков идет полным ходом. Мы продолжаем работу по обеспечению инженерными коммуникациями земельных участков для основных для многодетных, сходицы Гостогаевской и Худариуташ. Сроки у нас 16-й год, но мы максимально договорились с полячиками, что в текущем году большую часть работ исполним. Администрация города проводит работы по переводу земельных участков с бессрочного пользования на аренду. Ведь хозяева таких участков не доплачивают в городской бюджет десятки миллионов рублей. К сожалению, ряд задолженников на сегодняшний день – это и ведущие водостроительные предприятия, и депутат, наш депутатский флот. Я в течение буквально день-двух найду время лично с каждым переговорить, напомнить и, наверное, убедить о необходимости исполнения этих обязательств. Я доставляю за собой право предложить в ином случае этот список для публикации в СМИ, потому что глубоко убеждена, что данные средства, которые должны поступить в доходную часть бюджета, могут быть использованы на решение вопросов, каких-то проблемных задач в том или ином избирательном уровне. Тем более, что результатов такой работы в Анапе предостаточно. За решение строительственного оформления документов еще два газопровода в Гострогайской и водоотведение в Станицы Анастасии. В ближайшее время анапчане получат технические условия на подключении этих коммуникаций. А это самый замечательный подарок к Новому году. В ситуации, когда рост цен на продукты неуклонно продолжается, у анапчан есть один любимый и недорогой источник пополнения продуктовых запасов – ярмарки-привозы. Администрация города, выделяя на них бесплатные места для предпринимателей, ставит им главные условия – строгое следование ценовой политики и соблюдение качества. Недорогие продукты на сельских ярмарках должны радовать покупателей и быть предметом гордости производителя. Заместитель главы города Александр Колесников побывал на встрече с гостогаевскими ТОСовцами. От жителей Станицы Гостогаевской было много обращений граждан в администрацию города с просьбой организации такой недорогой сельскохозяйственной ярмарки. На самом ли деле это искреннее желание жителей Станицы можно было даже не спрашивать. Едины ТОСовцы в своем мнении, если сделаете ярмарку. Администрация города, спасибо, конечно. Большое. Наши станичники, в основном, Вареньковская, товарищи. И как поедешь, то они господи. Там только гостогаевские. Там цены действительно намного больше. А почему бы так в воскресенье сделали? Раз люди вышли, оставили. Зачем туда ехать? Прекрасно. В свое время такая ярмарка была вдоль дороги. И такая торговля в пыли и грязи не по душе гостогаевцам. Где-то вот такое место найти. Вот у нас в этом месте почта. Это площадь там. Там где-то нельзя. Место муниципальному социальному ряду у почты Станицы гостогаевской осмотрели комиссионно и вынесли вердикт. Здесь ему и быть. Председатели квартальных комитетов лучшего места для ярмарки выходного дня не видят. Благоустройство территории у этого здания – хороший подарок детворе. Тротуар возле филиала детской городской больницы со временем пришел в негодность. Общественники обратились к городским властям с просьбой привести территорию в порядок. Сотрудники Ремстроя демонтировали старую плитку и уложили 35 квадратных метров новой. Нами было по новой произведено устройство тротуара из новороссийской плитки. Довольно качественная плитка. Будет служить долго. В общем, в принципе, все объекты, которые мы делаем по городу, из данной плитки. Помимо удобного тротуара в микрорайоне появятся новые скамейки. Совсем скоро закипит долгожданная предновогодняя суета. Самый приятный процесс – выбирать подарки близким, друзьям, коллегам и, конечно, детям. Концерн «Енисей», как обычно, на шаг впереди. Любовь к шоколаду и сладостям покорна всем возрастам. Заветный мешочек конфет порадует и малыша, и любимую женщину. Индустрия новогодних подарков шагнула далеко вперед. Концерн «Енисей» имеет большой опыт в этой сфере. Специалисты разработали уникальный ассортимент, который способен удовлетворить даже самого взыскательного клиента. В магазине буквально разбегаются глаза от разнообразия. Подарочные наборы в жестяной, текстильной, картонной и пластиковой упаковке. Фигурные подарки в виде добродушного Деда Мороза и красавицы-снегурочки. Большой выбор подарков с символикой наступающего года огненной обезьяны. Сумки, рюкзаки с конфетами и набивные мягкие игрушки придутся по душе любому малышу. Подарочные наборы сформированы из конфет достойнейших российских производителей. Бабаевский, Родфронт, Славянка, Красный Октябрь. Весовой диапазон обширный. От символических 120-граммовых подарочков, которыми может наполнить свой мешок гость новогоднего праздника Дед Мороз, до полутора килограммовых. Новогодняя коллекция шкатулок, подушек, чемоданчиков. В Енисее подарки на любой вкус. Сувениры с новогодней тематикой для тех, кто любит дарить приятные мелочи окружающим. Яркий, красочный дизайн подарков несет немного волшебства в размеренные будни и непременно станет украшением любого праздничного стола. Оригинальные конструкции, передовые технологии и только высококачественные материалы. Своим покупателям компания Енисей Юг также подготовила праздничный подарок. Низкие цены. Можно приобрести сладкие наборы от 120 рублей. И неизменно к каждому покупателю индивидуальный подход. Мы готовы на заказ по индивидуальным проектам, с учетом особенностей. Кому-то нравятся конфеты только московских фабрик. Кто-то предпочитает фабрику Аконт, кто-то предпочитает фабрики Невских кондитеров. Мы это все учитываем и формируем подарки касательно каждого покупателя. Количество может быть неограниченное. От одной штучки и до тысячи, до двух тысяч. Недавно вот у нас был заказ больше тысячи подарков. Несмотря на объем, несмотря на стоимость. То есть у нас индивидуальный подход к каждому нашему покупателю. Мы дорожим каждым, каждым нашим клиентам. Новый год – чудесный праздник. Его с нетерпением ждут дети и взрослые. Зачастую оригинальная упаковка гораздо важнее содержимого. Ассортимент концерна Енисея создаст вашим близким и друзьям волшебное праздничное настроение. Приветливый персонал поможет разобраться во всем многообразии товаров. Сделать крупный заказ или приобрести сладкий сюрприз своему малышу – здесь вам всегда рады. Анапа, улица Астраханская, 75 Г. Экстренное предупреждение. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 17 ноября ожидается дождь, гроза, усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. С переходом на северо-западный – 25-28 метров в секунду. В Керченском проливе – до 30 метров в секунду. Высота волн – 3-4 метра. Нагонная волна на Черноморском побережье. Возможен резкий подъем уровня рек. Соблюдайте меры личной безопасности. Будьте осторожны при передвижении на автомобильном транспорте. Рекомендуется закрыть окна, двери балконов и лоджий. Убрать с незастекленных балконов незакрепленные предметы. Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. А далее – прогноз погоды. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление, сезонные одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей, эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды, куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Корректор А.Кулакова